Издеверить источникам американской прессы принцип «сначала делаем, потом разбираемся» прочно прижился в Белом доме. Важный компост недавно сообщила, помощники Трампа погорячились количеством российских дипломатов, внесенных в список персонон-грата, а президент не до конца понял представленный ему доклад. Трамп, похоже, невнимательно слушал помощников, когда те рассказывали ему отдыхавшему на курорте Маралага о планах администрации выслать 60 российских дипломатов и подозреваемых шпионов. Тут уместно вспомнить скандальную книгу Майкла Вулфа «Огонь и ярость в Белом доме Трампа», наделавшую в США столько шума, что журнал «Тайм» даже обыграл ее название на своей обложке. Дональд Трамп представлен в ней как эмоционально неустойчивый и взбалмошный руководитель, у которого не хватает терпения даже на то, чтобы выслушивать своих помощников. Автор, например, приводит воспоминания одного из бывших советников Трампа. Еще в начале кампании меня отправили к Трампу, чтобы объяснить кандидату в президенты Конституцию. Но едва мы дошли до четвертой поправки, он перестал слушать и потерял всякий интерес. Непонятно, чего от него ждать. Его бросает из крайности в крайность. Он постоянно противоречит себе, опровергает свои же слова. То он заявляет, что США уходят из Сирии, то нет, мы не уходим, мы будем бомбить Сирию. То он вводит новые пошлины для Евросоюза, то уже нет, не для Евросоюза, а для Мексики. Потом не для Мексики, а для Канады. Трудно назвать это нормальным рациональным поведением. Автор книги утверждает, Трамп и его команда не собирались выигрывать выборы и сами были в шоке от того, что победили. Его администрация — это сплошной хаос, где правая нога не знает, что делает левая. С начала Вулфа его же коллеги-журналисты обвинили в том, что приукрасил действительность. Но теперь многие так не думают. Иначе как, например, объяснить недавнюю неразбериху с очередной порцией антироссийских санкций? Ники Хейли их пообещала, советник Трампа по экономике ее опроверг. Скорее всего, здесь сыграла свою роль импульсивность Дональда Трампа в принятии решений. Президент — харизматичный и властный человек. Социальные сети, телешоу помогли ему найти своих избирателей. Он зарекомендовал себя как шоумен. Вопрос в том, может ли мастер эпатажа быть хорошим управленцем? Может ли он управлять страной и принимать мудрые решения? Пока его инициативы все чаще заставляют нервничать сотрудников аппарата Белого дома. Как сообщила СНН, Трамп, вопреки рекомендациям, чаще стал звонить конгрессменам и советникам по незащищенной линии с личного мобильного телефона. А пресс-секретарю Белого дома Сарис Андерс теперь приходится разъяснять журналистам на брифингах не только публичные заявления своего шефа, но и его твиты. Президент назвал бывшего директора ФБР трепачом, мерзавцем и лжецом. Его вообще беспокоит, что он говорит? Нет, нисколько. У него что в голове, то и на языке. У него отсутствует чувство самоцензуры и саморефлексии. Способность оценивать, что следует говорить, а что нет. Он как ребенок, сразу выпускает пар.